Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Крутится опасненько Субтитры сделал DimaTorzok Продаю отстриженные ногти Это магические реликвии Обладают особыми свойствами И могут использоваться В ритуалах и церемониях Не упустите возможности Приобрести такой уникальный ингредиент Для вашей практики Кому ногти с большого пальца Правой ноги Еще воняют до сих пор Не знали? Я вот тоже не знала Я думала нахрена Там в описании было сказано Что это вроде для каких-то там Чтобы сработала Приворот на любовь Надо вот так вот Пронюхать 10 секунд Ноготь И потом вот так вот Облизать Поняли? А он еще чуть-чуть грязь там Фу нахуй Ну типа для ведьм Магов Колдунов Экстрасенс Я не знаю Ну кто-то покупает Отстриженные ногти Ну знаете Я думаю Что мне тошнит Если я буду покупать ногти Так что отмена Также продают волосы И написано любые Вот это любые Да? Означает что реально любые Также продают Для всяких ритуалов У нас есть уникальная возможность Купить качественные волосы С головы, подмышек Или лобковой зоны Идеальный выбор Для создания париков Наращивания волос Или других творческих проектов Блять Ну как можно поставить Лобковую зону И творческие проекты В одну и ту же штуку Волосы с ног С рук С подмышек С писки Я буду за тебя говорить Я понимаю 7 миллионов Все-таки С хуя Ну там тоже Да А еще продают зубы И вы скажете Ну зубы Это ладно Это нормально Нет Кто черт возьми Будет покупать зубы Ну вы же так скажете Нет серьезно Я сначала была в шоке А потом узнала Что Кто продает зубы Для того чтобы стоматологи Могли тренироваться А ну Признайся что Это ты ногти продавал Иначе куда делся Ноготь с большого пальца Это хорошо Но вот это объявление Не признаюсь Говорит что Тоже зубы Пригодятся для Это шоке Иван Здравствуйте Продавайте стриженные ногти На авито И станете Долларовым Никто этого не купит Блядь Ну только полный идиот Страшно жить Да Я уже собрала Самые странные объявления И прямо сейчас Мы будем с вами Затовариваться Не позорьтесь Я на праздник на 7 миллионов Готовы? Тогда погнали Друзья Я Лена из будущего И я попрошу вас Не кушать Во время этого видео Не надо не пить Не есть Вообще ничего Не надо делать Во время этого ролика Потом вы мне скажете Резня будет Спасибо Наверное вы знаете Одно из моих качеств Это мстительность И похоже Я нашла себе Достойного противника Хотя нет Союзника Объявление На сруб под дверь Вашему соседу Я предлагаю Уникальную услугу Под названием Неожиданный сюрприз У двери Действительно неожиданный Гарантирую Высокое качество работы С использованием Профессионального оборудования То есть Высокое качество работы Я правильно понимаю Это высокое качество Говна Профессиональное оборудование Это разработанная Жопа Ну я просто Называю вещи Своими именами Ты помог мне Пережить депрессию Из вас меня От прыжка Извини Я не над этим Я просто подумал То что я смешно сказал Бля Как вы вот любите С такими донатами Вот именно не вовремя Когда я не ощущаю Да бля Ну короче Ребят Вот это я не поняла Что Нормально Она в трусы Застрелила Профессионального В вашей Жопе Ладно Разработанная Жопа Елена Я подумала Чувак гений Просто Ну если может То почему бы и нет Да А к тому же Я вам напомню Что у нас Есть проверки На верность Которых мы мстим И если у нас Будут связи С таким человечком То я думаю Нам такие связи Нужны Да я не верю Чтоб кто Ну или кто-то Все-таки Срал бы за деньги Бля Ну вот как Как знать Как знать Нахуй Собственно Почему бы и нет Что такого Надел маску Насрал под дверь Так сказать И полезно И вкусно Ну И Как это называться Невкусно И И полезно Короче Что там Вкусно Но грустно Нет Малайр Это не про это Нам такие связи Необходимы И полезны будут Здравствуйте Юра Увидела ваше объявление И не Ну это как будто Вот чел Который срет Под дверь Именно с именем Юра Смогла пройти мимо Здравствуйте Готов вам помочь Работаю только По Питеру Питер Остерегайтесь Опасный срун Под дверь У вас находится Там Питера есть Свой супергерой Понимаю Юра Я бы хотела Узнать В каких Случаях Стоит прибегнуть К вашей Какательной каре Я никогда не думала Что буду заказывать Что-то говно Если ваш сосед Что даже не подумаю Что вы такие услуги Оказываете Мне интересен Принцип работы Если это возможно Узнать Ну я сажусь На корточки И начинаю Сдавать Вот такие звуки Пока с другого Отверстия Не выйдут Вот такие звуки Мне правда Интересно Как это происходит Вы допустим Мы звоним Говорим Юрка У нас там чувак Ему срочно нужно А в этом плане Я думал Типа Механически И как Юра Что он сделает Он реально придет К двери И там Снимет штаны Что за взгляд И смех Еленочка Что Что 7 миллионов Какой контент Я снимаю На 7 миллионов подписчиков Не ну а что Где вам Такое еще покажут Как не на моем канале Люди есть Иностранные И лучше Если вы будете Знать их В лицо Ну или во что-то другое В говно Отправляйте мне Точный адрес соседа Важно Не ошибитесь С номером квартиры Типа уже Ошибались Или что Прикинь Заказал соседу Дерьмо Под дверь Отпошился На одну циферку И просто Чел открывает дверь И вот так Развозил По всему своему порогу Просто Интересно Как он срет Да Знаете же А прикиньте Имеется ввиду Высококачественное Говно То что Он прям Как смайлик Говно Так Так Такой Подинг Дерьмовый Может насрать Не знаете Не просто Говешку Некрасивую Одну А вот именно Так он может Прям по красоте Сделать Приезжай на место И произвожу Услугу Неожиданно Сюрприз У двери Произвожу Услугу Причем Что не врет Реально Производят Иванушка Признайтесь Это же ваше Объявление Я бы не стримил Если бы я занимался Таким Как бы Ну и себя Всего себя Отдает Вот он пишет Важно не ошибиться С номером квартиры Получается Кто-то уже Ошибался А были случаи Когда ошибались С адресом Были Случаи Вань Из-за твоего ора Соседи Теперь будут Искать этого Юру И позуй Что он в Питере Такой же Юра Есть и в МСК По-любому По-любому Тайно указывали Свой собственный А когда говорят Жди докс Это вот про это Нет Говорят Жди Юру Блять Или что-то такое Или это Понял Или это Одна заслуга Из разряда Жди спортиков Сим хай Это просто Это знаете Это карма Мгновенная Я считаю Решили Зачем соседу Сюрприз делать Если можно себе Нет Люди написают Свой адрес По инерции Ты какой-то Слишком серьезный Для того Кто просто Срет по дверь Людям Не просто Срет по дверь А Профессионально И высококачественным Оборудованием Понимаете Юрий Я боюсь Что пока Вы делаете Свои дела Сосед Может застукать Вас Представляете Сосед Смотри в глазок А там Юрка Кучку делает Лепет Я делаю Все тихо И ночью Он по ночам Вообще не спит В этом и беда Спит он днем А по ночам Мне жить мешает Я вот с инвэйзона Приезжаю Ночью Прикиньте Приезжаю Один день И просто Захожу Там какой-то Скуф сидит Штаны Трусы Снял На корточках И сидит На весь подъезд Ой Блядь Комбайник Днем я не могу Ждекал Могу У меня основная работа Днем я не могу У меня основная работа Не переживайте Он меня не заметит Я все сделаю быстро Блядь Кем же Юра работает Сука Блядь Кто-то может расклад сделать Где ты работаешь Скажи пожалуйста Просто интересно Где такие люди Моют работать Как думаешь Ты мне полдверь срал Нет Извинись И покажи козу Нет Кем может работать Юрий Напишите в комментариях Вот Ваши вот Интуитор Что подсказывает Где он там Осязает Обитает Получается Юрий Это для вас хобби Да Вот так вот Ну Ну хобби короче Не переживайте Он меня не заметит Я все сделаю быстро Ну у вас Специфическая Такая работа И должность То есть Не всегда все от вас Зависит Понимаете Порой Большая часть Зависит даже от организма Но вдруг В этот раз Что-то На вебкаме Что-то Затянется Ну не пойдет Сразу Разрабатывает Так сказать Свой Профессиональный Инструмент Можете это Гарантировать А вдруг Что-то пойдет Не так И вам придется Задержаться Исключено У меня все На высшем уровне Промашек Не бывает Ну я помню Что да У тебя там Я просто Представил Просто Представьте Чел Чел Срет И дверь Открывается И у него Своя бумага И прикиньте Он вот так Убегает Он так У него что Он и скучно Жопу Он так На бегу Вытирает Блядь Представил По-моему Это весело Ох Рыбашка Сокружилась По-моему Профессиональное Оборудование Так Хорошо А какие-то Дополнительные Услуги У вас есть Не ну а что А может быть Там два по цене Одного Может мне два соседа Которым нужно отомстить А вот если У меня реально Два соседа Я хочу Одновременно Одновременно Вот он может Какие В общем дополнительные Услуги Ты можешь мне оказать Можно оставить сюрприз На капоте его автомобиля Так вот это уже интересно Потому что на самом деле У меня Скажешь голубь У меня есть Есть один сосед Который постоянно Встает на мое место Особенно зимой Когда я его очищу Для себя Да Чтобы поставить Стоит как бы Грубо говоря Поднять Сосед уже на месте Слушайте а это правда Что ли Вот мужик Будет карабкаться На капот автомобиля Снимает штаны И делает свои дела Прямо на капоте Или он подкинет Готовое Блин Что мы обсуждаем Ну мне интересно Слушайте А прикиньте Он правда Сурет в пакеты Просто Ну бля Так и не интересно Тогда это Сто процентов Пятьсот рублей Не стоит За максимум сто Когда я не видела И вот У него просто У него просто Вода Льется С жопы Офигеть Куда ты можешь? Охренеть Вот где Таился Все это время Вы такие Варианты Можете Продложить А какой лучше густое легко и быстро убрать жидкое придется тереть собирать и мыть а значит процесс затянется в натуре мне даже такое в голову не пришло вот что называется человек знает свою работу человек любит свою работу тогда мне определенно второй вариант я так заказываю как будто реально собралась сюрприз неожиданно выстроить хотя если он узнает что вы от меня каким образом он узнает я записок не оставляю действительно на вашем этаже камеры есть точно камеры я даже по говну можно узнать что за человек из днк какой-то в говне про это не подумала он профессионал профессионал я за него ручаюсь представляю выходишь из квартиры а там вся дверь в поносе что блять не на дверь срут а под дверь значит проблем не возникнет что у елены с глазами она поддерживает lgbt мизулиной надо сообщить шутка пишите адрес смешная и желанный день погодите я пока не заказываю в таком случае зачем вы отнимаете мое время нет нет я собираюсь заказать эту услугу просто сосед уехал в отпуск и надо ждать когда вернется я не собираюсь терять контакт юрки вы чё я говорю у нас еще стольким людям нужно отомстить пускай будет пускай мы будем хороших отношениях с ним и я буду в его белом списке сейчас его закажет он ко мне не пойдет мы договоримся напротив он вернется после отпуска и обнаружить сюрприз да здрасте он обнаружил сюрприз а мне сюрприз пока он не обнаружит сколько нюхать дней недель а спасибо ага пока он обнаружит его мы этим сюрпризом сами нанюхаемся плюс подъезде делают уборку он его не дождется это верно в таком это вирт в случае как определитесь пишите обязательно юрка вот я сохранила твой контакт обязательно сейчас тут вирт происходит если вас не удивили короче жди кал чел жди кал ногти зубы волосы то вот это объявление вас определенно удивит продам прыщи удивились то надеюсь надеюсь да вы до любите давить или ваша девушка давит вам то могу вас подменить ведь или ваша девушка давит вам то могу вас подменить вот вы скажете ты что себе даришь на 7 миллионов я люблю прыщи давить реально вот у меня прыщей нету мне нечего давить и если я нахожу каких-то друзей особенно пацанов вот пацаны и друзья это просто кладезь для людей которые обожают выдавливать черные толпы что за хуйня вообще кто чего за блять чего кто какие девушки выдавливают каким парням прыщи что за бред зачем чел чел в этом нахуя их подавлять лишь потом еще больше разрастутся чисткам за бляда нет ребят он не он говорит возьми йод прижги прыщи пройдет он через один день высохнет потому что я один раз выдавил блять мне еще три прыща на этом же месяце скачало я вас тех пор не выдавливаю в пизду надо она мне сильно . их обходить потом как попит и никто не трогает и под приходишь их там шантажом выбиваешь этот нос его и выдавливаешь вот и мне нравится я даже могу спокойно смотреть видео где выдавливают прыщи и мне это нравится блять я не могу я не могу правда я когда мне в тик токе попадается я сразу выключаете плакать начинаю часа два три потому что я не могу я больная я знаю но может быть вы тоже такие же так вот я считаю что это услуга прекрасно человек приходит за грязным носом ты его чистишь платишь ему за это деньги ну а что без я свои жертвы везде своя цена короче давайте ему писать приветик я увидел 2000 объявление про выдавливание прыщей за деньги и она меня заинтересовала бред сколько прыщей ты хочешь выдавить и где что по штучных продаешь и смысле где блин да сколько дашь наверное на лице или на спине а ой нет я лучше на спине ближе к попе на лице мне кажется на спине там кстати не пробовала на лице ссоре я первый раз все хорошо не переживай какой вежливый прыщавый мальчик просто первый раз покупаю чьи-то прыщи я рад что моя услуга нашла своего клиента надеюсь ты не слишком жесткая с моими прыщами будешь что говорит смысле жесткая нельзя тогда ну ладно я максимально хирургически аккуратно главное чтобы ты не закричал от боли надеюсь мои прыщи тебя не разочаруют как-то все это неправильно как-то все это все таки стране это выглядит не как объявления типа по выдавке пришел а что то это давид кому-то заигрывает кудфлиртует ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахблек смайлики она когда хочешь вот тут который говно продавал посерьезней казался как будто реально говно продает этот блять чо-то приколистка думаю можно выходных давай на выходных к тебе и ко мне а то есть я говорю то где точно говорит но это Это, бля, ребята, это именно знакомство какое-то. Жита. Вот прикиньте, вы утром куда-то торопитесь, выходите и подскальзываетесь на поносе. W ситуация. И потом вся спина в дерьме. А вдруг ты маньяк? Откуда ж я знаю? Ты немножко как будто бы странный, да? Ко мне? Хорошо. Зачем ты меня целуешь? Он странный. Он реально странный. Нет, я не пойду к нему на услугу. А почему так? Точнее, как тебя жизнь к такому привела? А я увидел такую игрушку по выдавливанию прыщей. И в голову пришла идея стать чьей-то игрушкой. А я поняла, там, короче, есть такая резиновая шняга. Ой, ну, короче, штука. Туда заливается специальное средство какое-то желтого цвета. И типа ты вот так вот выдавливаешь. Фу, блядь, это вообще ужас, чат. Да, я видела. Я себе, кстати, хотела такую, но не смогла найти. Ну ладно, у меня есть этот чувак. На самом деле, шутки шутками, но по факту выдавливать прыщи все-таки небезопасно. Сколько было случаев, когда люди выдавливали прыщи и... И умирали. Потом на тот цвет отправлялись. Потому что есть те, которые трогать вообще нельзя. Есть даже зоны, которые трогать нельзя. Ну какая-то вот эта, да? Вот эта зона. Вот эту зону нельзя трогать. Все, что под носом, правильно? Да. Т-зона, да. Что-то такая. Носогубный треугольник. Короче, на мордацах лучше вообще, бля, ребята. Я говорю, вообще, по-моему, лучше прыщи не выдавливать. Просто это небезопасно. Вдруг заразу к тебе занесут. Я попрошу обработать руки и лицо. Я читал про это. Я умру. Вот не выдавливай. Плюс не все прыщи можно давить. Можешь все, разрешаю. Ага. А если после того, какие-то что-то выдавлю, ты откинешься, меня же посадят. А, кстати, а какую статью припишут? За что ты тут сидишь? Да я прыщи выдавливал одному челу, и откинулся. На губе это уже не прыщ. На губе это, блядь, как это называется? Что-то там... А, да, герпес. Кстати, противная болячка вообще максимально. Герпес ебаный. Ты вот так чувствуешь хорошо на губе, и ничего не можешь с ним сделать. Просто ждешь пока он съебет. Некоторые опасно выдавливать. Я только черные точки даю давить. Ну, смотри сам, конечно. Сколько тебе лет? У меня на вытарке стоит девушка. На вид, короче, ей лет 20. Напишу, что 20. 20. А тебе? 26. Парень есть. А тебе что? Да ну это какой-то левый давит, блядь, слышь. Вообще скипы его нахуй. Какие прыщи он продает? Что за бред? Был бы парень, мне бы не пришлось платить за выдавливание. Это было бы бесплатно. Хочешь, давай мне бесплатно. О май гад. Ты что, подкатываешь что ли? Ты с ума сошел? Ты что, только поняла что ли? Ты понимаешь, где мы вообще общаемся? На какие темы? Почему бесплатно? В твоем сообщении сказано почему. Не вижу. Где сказано? Был бы парень, мне бы не пришлось платить за выдавливание. Вот тебе и парень. Мам, пап, как вы познакомились? Решила я как-то... А есть ли те, кто считает, что... Сюрприз по двери соседа. Выдавливание прыщей это недостаточно что-то необычное. И поскольку это 7 миллионов... Но я не знаю, что меня может еще удивить. Что можно сделать? Зубы, ногти продавали. Пукну в ротик может. Миллионов. Ты нужен что-то более прикольненькое. Да? Есть такие? У меня есть для вас идейка. Стихи на заказ. Думаете, не странно? Ну, стихи пишут люди, да? Да. Ну, и такие стихи. Я создаю стихи обереги, которые... Я создаю стихи обереги, которые помогут вам преодолеть жизненные трудности. Запишите мой стих на листке бумаги и положите его в кошелек. Стих оберег. Ёб твоё. Вот это... Ну... Да зачем, блядь, делать какие-то криптомонеты, да? Сходишь на Авито, просто продвёшь волшебные слюни. Напускаю слюней на проблемное место, на коже. Пять тысяч ставишь ценник, и всё, блядь. Помогут вам преодолеть жизненные трудности. Запишите мой стих на листе бумаги и положите его в кошелек. Я готов помочь вам решить любые проблемы. От счастливого замужества и возвращения мужа до успешной сдачи экзаменов, поступления в ВУЗ, зачатия и многого другого. То есть, если у вас есть какая-то проблемка, да, с поступлением, в ВУЗ, ну вот сейчас актуальненько, кстати, да, то вы можете, в принципе, заказать стихобелек, и вы поступите в ВУЗ. Чего? На 100 баллов ЕГЭ пыталась дать, чтобы это сделать? Ты деньги откладывала себе на ВУЗ? Зай, ну ты чё, в натуре? Ты чё, про стихи не знала? Нахрена? Написала бы ему, он бы тебе стих напечатал, и всё, и ты поступила. Ой, хорошо, что подписана на мой канал, и теперь будешь знать. Мне вот, кстати, как раз стих нужен. У меня это... Воображаемый муж, не нужна ваша помощь. Здравствуйте, рассказывайте. От меня ушёл муж, ушёл к другой женщине. Ну, привираем, но ничего. Мне срочно нужен стих, чтобы вернуть его. Я напишу для вас стих. Спасибо большое. Он стих прислал. Слушай мою мудрость. Тебе стих я напишу, уважный. Станет он путём твоим. Дайте поесть. Зачатие ребёнка желанного. What a fuck! Кого? Пусть вулкан твоего мужа извергнется. В твою лагуну огонь подойдёт. И соединится его семя с твоим образцом. Пусть... Что это, блядь? Сулна светит ярко над вашим окном. Пусть звёзды танцуют в небесном сваду. Да, блядь, да где рифма? Её вообще нет. Они смотрят за вашим танцем любви. Они ждут, они хотят, они требуют. И пусть ваш малыш будет смешным, как клоун. У кого-то из битвы сильнейших не пошла карьера. И он решил продавать свои стихи обереги. Ну спасибо. Счастье и радость пусть будут вашим кодом. Причём тут ребёнок? Мне чё, она за чатие что ли, сик написал? Ты чё? Ты чатие? Она возвращением... Перейдите деньги по номеру карты. Надо сказать ему, слышь, иди нахуй. Это скам. Вот теперь будет. Уже надо было. Прошу прощения. Перепутал. Перепутал? Я в одно время общался и с вами, и с другой девушкой. Да мне пофиг, ты чё наделал? Так, а мне теперь что делать? Сейчас исправлю. Как ты это исправил? Ты чё, теперь Елена беременна будет? Как ты стих свой отзовёшь, как? Исправлять это хренов? Ты чё натворил? Ты чё наделал? Ты совсем шоу любого боба? Он сик не... Ну всё, ждём дядяточку. Ты новый прислал. Слышу твою боль и скорбь. Конечно мою боль и скорбь связалась с тобой на свою голову. Ты хочешь вернуть свою любовь. Я время свою хочу вернуть. Сердце разбито, боль огромная. Но верь в силу свою, в магию слов. Пусть стихи мои станут оберегом. Вернут мужа к тебе обратно. Любовь ваша сильна, как ветер в поле. Пусть возвращается, он как волна. Смотрим, номер карты вышли, написал для вас два стиха. Ебать, так это скамер, роман скамер, блядь. Ты представь, это когда, знаешь, как подходит, тебя фотографируют и потом говорят, давай деньги, сука. Он так же... Сейчас прикиньте, написать им, он тебе напишет стихов 20 и будет говорить, с вас 20 тысяч. И ты будешь говорить, нет, нет, не надо, роман, он тебе будет дальше, понял, фристайлить просто нахуй, на все в жизни обереги. Ха, поэтому выходит 2000. Так мне тот не нужен был. От меня, от меня его, от меня заказывал один. И если зачатие мне не нужно было. Я же написал вам два. Ты прям до греха доводишь, честное слово. Я сейчас это, Юрке напишу. Кошу проблем. Я сижу кайфую, блядь, сосручих по дверью. Я еще Юре позвоню, и он тебе такие, такие сюрпризы устроит по дверью. Я прям, я прям, штук пять сюрпризов таких могу заказать. Понял? Там недорого. Да. Ну у нее подача немножко, мне кажется, не знаю, блядь, я просто не смотрю ютуберов, хотя с другой стороны, ну с кем сравнивать, да? Ну как будто и подача у нее немножко на лет 14. Но зачатие мне не надо. Что мне теперь делать-то? Мне ребенок. Да? Ребенок. Для детей. Ну мэйби, 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 мэйби. Ну может просто мы с вами такой не ютуб контент. Хотя, блядь, мы же смотрим разоблачение, правильно? Сейчас. Не нужен. Вы что на д***е делали? Почему вам не нужен ребенок? Да тебе вообще какая района заба... Три тысячи за три стихи. Я исправлю все после того, как деньги поступят на мой счет. Сейчас ты знаешь, что поступит? Неприличный жест. Давай исправляй, говори. Алло, все, у меня звук пропал. Ну что там, блядь? Что так и будут твои стихи толкать? Майя, зачем их прод... Продам струп от ранок. Что значит продаю струпы? Это что такое, блядь? А что, в детстве со своими струпами? Ничего, а что с ними сделаешь-то? Оригами? DIY? Ничего. Значит, не для тебя объявление. Да подожди. А что такое струп? Как это не для меня? У меня, у меня, у меня 7 миллионов подписчиков. Корочка с болячек? Все для меня самое необычное сегодня. Праздник. Так а что с ними можно делать? Многие их любят есть. Ура! Блядь! Фотосессия для фото. А как это для фото? Вдруг мне надо, я не знаю. Ну, к себе клей. Ну, короче, это как есть козюли. Бля, на полном, на фул ебле, представьте, есть челы. Я вообще не понимал, как они жрут козюли. У меня вот в классе девочка была. Поняли? Ну, неплохо выглядела. Ну, обычная девчонка, да, так неплохо выглядела. Просто сидит, достает соплю, блядь. И как в рот себя запихает, тварь. Ой, блядь. Ой, блядь. Нет, 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 нет еще. Нет еще. О, я сейчас ем. Козюли? Приятного. Пиздец. Если это, ты же клеить, ну, фу. Ой, блин, я не могу. Кстати, надо было предупредить вас вначале видишь. Ну, прикольный видосик, чат. Видос концу подходит. Че тут они с трупа продают. Уже понятно все. Блядь, конечно, такие объявления на Авито я никогда не видел. И честно сказать, если я захочу себе подарок на 7 миллионов подписчиков, я на Авито точно искать его не буду. Ну, какими, да, по-по-по-по, судя по этим заказам, по, блядь, объявлениям. Ну, видос прикольный, но немножко подача такая, ну, может, не для меня, но сама тематика приколдесная. Мне понравилось. Ну, мне понравилось. Я порохнул с нее, особенно со сурющего Юры. Вот. Такое. Детская? Ну, блядь, я бы сказал, она, наверное, больше в детскую сторону, чем во взрослую. Я бы не характеризовал ее чисто полностью детской. Потому что видос, идущий 20 минут, он, ну, как бы, в приори не может быть детским, потому что удержание больше. Мне кажется, все, что сейчас связано с детьми, это все, что идет меньше 10-5 минут, либо где полный пиздец происходит. Спасибо. 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 Спасибо.